На ваших экранах программа День города. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте! Мои коллеги расскажут вам о главных событиях дня. Смотрите сегодня. Находка из глубин веков. Шиловский музей едва не лишился возможности обладать уникальным кладом. Поет зима, аукает. Как снегопад аукнулся на дорожной ситуации, узнавала наша съемочная группа. Освещение в Рязани нормальное, к нему просто надо привыкнуть. Чиновники прокомментировали ситуацию со светом уличных фонарей. Скандальная история с уличным освещением достигла своего апогея. И городские власти решили собрать журналистов, чтобы разъяснить ситуацию. Насколько это у них получилось, расскажет Анна Герцовская. Возможность заключения энергосервисных контрактов появилась с введением в действии 261-го закона об энергоэффективности. Рязань – один из первых городов, которые этим воспользовались. Суть контракта состояла в том, что сам город ничего не вкладывал в покупку оборудования и его установку. Исполнитель в лице ГПБ «Энергоэффект» за свои деньги произвел замену 16 тысяч светильников и 350 шкафов управления. Контракт был заключен в 2014 году на 7 лет. За это время город должен выплатить фирме порядка 300 миллионов рублей. Это те средства, которые сейчас экономятся в результате установки энергосберегающих светодиодных светильников. В начале брифинга Ольга Свинцова отметила, что экономия реально существует. Однако в вопросе выплаты сэкономленных денег исполнителю не все так ясно. Какие будут достижения экономии нам предъявлены в 2016 году, мы тоже не знаем. На сегодняшний день за 2015 год была произведена оплата за экономию за 5 месяцев. Экономия денежных средств каждый месяц разная. В среднем она составляет от 3,5 миллионов до 4,5 миллионов в месяц. Поэтому 25 миллионов рублей – это та сумма, о которой мы сейчас говорим. За два года 25 миллионов рублей, и то через суд. Представители дирекции по благоустройству города и администрации Рязани считают, что лампы плохо экономят свет. В связи с этим было заведено уголовное дело в отношении фирмы-исполнителя по следующему факту. О том, что произведена замена светильников, на будущее известно, что они некачественные. Давайте мы не будем комментировать, потому что это в рамках уголовного дела, поэтому мы этот вопрос не комментируем, вопрос как бы не к нам. Фирма-исполнитель смогла отстаять свои позиции. Теперь дирекции по благоустройству города пришлось все-таки выплачивать деньги, исходя из судебного решения. В свою очередь представители подрядной организации удивлены таким развитием событий. Ведь ни в одном городе, где они ранее устанавливали светильники, таких проблем не возникало. Наши светильники установлены не только в Рязани. Они стоят в нескольких городах Тамбовской области, в Калужской области, в Московской области. И там проблем никаких нет. То есть всех устраивает освещенность и только как они работают. На сегодняшнем брифинге Ольга Свинцова также отметила, что все проблемы с освещением в городе начали возникать именно с момента заключения энергосервисного контракта. Возникает масса вопросов, зачем нужно было менять светильники, кто контролирует нынешнюю экономию электроэнергии. В администрации города сегодня не ответили еще на два вопроса. На каком расстоянии должны стоять светодиодные светильники в черте города, чтобы не создавался эффект зебры на поверхности дороги? И когда вопрос по освещению Рязани будет закрыт, чтобы город стал светлым и приятным для граждан? Зато много было сказано о том, что столбы с фонарями установлены неправильно. Лампам мешают кроны деревьев и обрывы проводов, подающих энергию. Освещение на 28 улицах Рязани не соответствует установленным нормам. Но когда эти проблемы решатся, все это остается загадкой. Со своей стороны наша телекомпания ожидает комментариев от представителей фирмы-исполнителя контракта, чтобы получить ответ на вопрос, почему такая темная и запутанная ситуация произошла именно в Рязани. Капитальный ремонт – словосочетание «Успевшее стать крылатым». Оно порождает сразу массу ассоциаций. Взносы мифические 30 лет впереди и неизвестный результат досрочных действий в большинстве случаев. Очередной адрес, по которому сегодня выехала наша съемочная группа, наглядно демонстрирует, почему при упоминании капитального ремонта многих жителей города в буквальном смысле бросает в дрожь. Бледно-желтый фасад дома номер 39 по улице Островского – единственное позитивное свидетельство прошедшего здесь капитального ремонта. За обновленный внешний вид при никак не устраненных и даже обострившихся проблемах с канализацией жильцы дома называют свой район «потемкинскими деревнями». «Губернатор призывает, чтобы фонд жилищного капитального ремонта работал вплотную с жильцами, с собственниками. Ну, вроде бы чего сложно, понятно все. Лет 10 уже мы про эту канализацию говорим. Вот приходится управляющая компания, зачем им прочищать трубу? Он берет дырку пробил, отверстие в этой, и все в подвале». Клубы пары в подъезде не рассеиваются никогда. Влажность, как в бане, на входной двери налить, на окнах испарена. «Мы поднялись на четвертый этаж, окна здесь запотевшие, они открыты для того, чтобы запах выходил на улицу. Весь этот пар идет из подвального помещения». С потолка верхнего этажа из-за высокой влажности осыпается штукатурка, падает кусками. Зловонные пары с канализацией проникают в квартиры. «Ну, то, что у нас рвется постоянно, постоянно. Мы вызываем два-три раза в неделю мастеров вот этого Антона, мы его зовем. Из подъезда нельзя выйти, из квартиры выйти просто нельзя. Соседнюю квартиру не видно. И вот эта вот вся вонь». Проблемы с канализацией мучат жильцов дома много лет. И капитальный ремонт был их последней надеждой. В 2015 году отремонтировали фасад и заменили трубы холодного водоснабжения. В 2016 – трубы для горячей воды. И уже за последний месяц их прорывало семь или восемь раз. Кипы, писем, подшитые уже в целый том, которыми люди отчаянно взывают о помощи к властным структурам и компетентным организациям, не оказывают должного воздействия. В ответных письмах на приемах министров и заместителей жителям предлагают вариант выхода из ситуации. «Мы когда ходили на прием к губернатору, там присутствовал замминистра, он нам сказал, вы соберите собрание, может быть, вы и сброситесь, и сами сделаете. Я собрала собрание. Люди у нас в основном старенькие, немощные и не такие богатые, чтобы выкладывать такие огромные деньги. Максимально, что мы можем выложить – это 80 тысяч рублей». Мало того, что подрядная организация, выполняющая капремонт дома, не устранила давних закоренелых проблем, после того, как на сайте фонда капитального ремонта «Дом 39» по улице Островского добавился в список с данных, люди в квартирах начали замерзать. Все потому, что изменилась схема отопления. «Мы вам сделали по улучшенной схеме, которая с этого устарела. В старых схемах у нас все было тепло всегда, сейчас у нас холод. У нас квартира угловая, то есть, соответственно, мы под всеми ветрами, а у нас маленький ребеночек, то есть приходится одевать его очень тепло, на двое штан, на двое кофточек, как говорится. Очень плохо». Дом построен в 64-м году прошлого века. Капитальный ремонт канализации по плану в 2032-м. И это вызывает у людей недоумение. «Для московской комиссии красота. Во, Рязани у нас капитальный ремонт и все проводят. Ну пусть эта комиссия, пусть губернатор, к которому мы приходим, ну не лично к нему, а к его заместителям, если он их сажает от своего лица, встречает рязанцев на прием, пусть они за свои слова отвечают, пусть они выполняют его указания к действиям, что вот эта программа капитального ремонта не для галочки людям здесь жить». Мы сделали официальный запрос и ждем комментария от фонда капитального ремонта. Количество осадков минувшие сутки приятно удивило любителей романтики и тех, кому не хватало новогоднего настроения. Но вот для городских коммунальных служб такой каприз погоды стал своего рода экзаменом. Насколько снегоуборочная техника справилась со своей задачей в условиях снегопада, разбиралась Анна Герцовская. Рейд по дорогам города показал, что, исходя из рязанской традиции, центральные улицы действительно были очищены от снега. Уборка производилась ночью и в утренние часы, после выпадения обильных осадков. Улица Ленина Свободы, родящего свободно от снега. Единственным препятствием для движения машин здесь могут стать припаркованные автомобили. Однако в этой же центральной части города все не так чисто, как может показаться на первый взгляд. Это улица Салтыково-Щедрина. Здесь находятся Министерство имущественных и земельных отношений, элитные дома, а состояние дорог такое же, как на любых второстепенных улицах. На этой улице проблему для движения создают и припаркованные машины. В результате появляется лишь одна свободная полоса для транспорта. Машины месят колесами кашу, образовавшуюся из снега. Снижается скорость движения автомобилей, образуются пробки. Затруднения движения заметны и на других улицах в центре города. Несмотря на то, что по ним не ходит общественный транспорт, среди автомобилистов они пользуются большой популярностью. К тому же на некоторых из них есть стратегически важные объекты города. И на улице Садовой летом рядом со Следственным комитетом дороги разбиты, зимой занесены снегом. Пешеходы на улице Подгорной также переходят дорогу по неубранному снегу. Стоит сказать, что это только начало зимы. И если к центральным улицам города у горожан вопросов может не возникнуть, то второстепенные станут большой проблемой для рязанцев. Если прямо сейчас не начать применять меры по их уборке, пока снег не превратился в наледь, а дворы и дороги нашего города не украсили замерзшие колеи. Вчерашнее ненастье стало особенным испытанием для автолюбителей. О ситуации на дороге в прошедшие сутки рассказали в управлении ГИБДД по Рязанской области. За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального ущерба автовладельцам. Несмотря на сложившуюся сложную дорожную обстановку и неблагоприятные погодные условия, ситуация на дорогах региона остается достаточно стабильной. Благодаря действиям сотрудников госавтоинспекции и сознательности водителей, осторожности их на проезжей части, количество дорожно-транспортных происшествий остается на контролируемом уровне. В связи со сложившимися погодными условиями, госавтоинспекция обращает внимание водителей на строгое соблюдение скоростного режима. Также необходимо соблюдать боковой интервал, дистанцию, соблюдать скоростной режим вблизи остановок общественного транспорта при проезде образовательных учреждений, быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. В выходные в Рязани закрыли 6 подпольных казино. Напомним, в начале месяца в области приступили к уничтожению уже изъятого игорного оборудования. Всего планируют уничтожить более 1600 аппаратов, фишек, столов для игр в рулетку. Урожайными на ликвидацию подпольных казино выдались прошедшие выходные. Сотрудники полиции выявили в Рязани и Скопине 7 адресов, по которым было установлено компьютерное оборудование, используемое для организации азартных игр. В Рязани заведения, в работе которых были выявлены признаки организации азартных игр, располагались на улицах Зубковая, Интернациональная, Новоселов и Большая, на Куйбышевском шоссе и в Торговом градке. В Скопине полицейские пресекли деятельности горного заведения на улице Красная площадь. Компьютеры, используемые для организации незаконной деятельности, были изъяты. В театре «Кукол» очередная премьера «Волк и семеро козлят». В гостях у сказки побывала наша съемочная группа. Галина Ершова расскажет о спектакле. Зажигательный мюзикл для самых маленьких. В Рязанском кукольном театре стартовал спектакль «Волк и семеро козлят». В его основу был положен советский мультфильм 1975 года с его легендарными песнями и танцами, которые исполняли «Козлят», «Их мама» и даже «Волк». Мне предложили на основе этого сделать спектакль. А мультфиль-то коротенький, он всего 7 минут, а у меня спектакль около часа идет. То есть полноценная работа. Что же делать? И я соединил русскую народную сказку, которую когда-то изложил, пересказал Алексей Толстой. Взял музыку и какие-то моменты из мультфильма. Сделал такой микс, дописал свои тексты. Песни получились в разных жанрах и ритмах. Погрузиться в сказочную атмосферу маленьким зрителям помогали самые юные актеры театра. Четверо юношей и трое девушек только-только окончили театральные вузы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Рязани. Специально для спектакля им пришлось научиться петь. Соблазн записать фонограмму, конечно, был, но режиссер решил рискнуть. Актеры разучили свои партии и превратили классический спектакль в настоящий детский мюзикл. Азарт и живость движений молодые актеры перенесли и в своих персонажей. При этом на каждом спектакле они играют разные роли. Один человек сегодня перевоплощается в волка, завтра в петуха, а потом и в козлят. Таким образом, каждый спектакль становится уникальным, наполненным азарством и искренностью. Оценить задумки режиссера на премьере смогли обычные детишки, ребята с ограниченными возможностями здоровья и сотрудники театра. Это бутафоры, мастера по куклам и опытные коллеги. Это идет рождение, то есть последний этап, когда мы выносим на зрителя, смотрим на реакцию, как воспринимают дети. Пока фу-фу-фу-фу-фу, все нормально. Оригинальная постановка вызывает массу эмоций у юных зрителей. Помогаем разобраться в понятиях добра и зла, в собственном поведении и наглядно понять, к чему приводят шалости. Ведь лучше учиться на чужих ошибках, чем совершать собственные. Экспозиция Шиловского крыветческого музея пополнилась украшениями 2 века нашей эры. Находка имеет выдающуюся историческую ценность. Она относится к ключевому моменту истории Волго-Окского междуречия, когда сюда с юга пришли воинственные сарматские племена аоросов. Вызвав тем самым мощнейшие этнические изменения территории всей Восточной Европы, приведшие к формированию русского государства. Один из жителей села Ярахтур в ноябре этого года копал погреб и обнаружил клад бронзовых ритуальных предметов раннего Железного века. В таком комплексе и сохранности подобные находки не имеет ни один археологический музей России. Клад необходимо было выкупить. 26 тысяч рублей на это у музея не оказалось. И сотрудники обратились в интернет-сообщество любителей истории и страны. За несколько дней собрали необходимую сумму. За два с половиной дня была собрана вся необходимая сумма. Причем в сборе средств принимали участие как археологи, так и телекционеры. Ну вот список, в общем-то, очень такой небольшой спонсоров, лиценатов. Сейчас уникальная находка своеобразных солнечных упряжей с изображением небесного свода, увлекаемого священными птицами. Солярные бляхи и амулет в виде пчелы уже заняли свое место среди музейных экспозиций. Парность образов в комплексе говорит о развитых представлениях людей той эпохи, которым не были чужды понятия света и тьмы, добра и зла. Это своеобразный аналог китайского символа инь-ян. Экспозиция ритуальных украшений уже привлекла большое внимание посетителей музея. Это уникальная находка. Орнитоморфные изображения такие, в общем-то, известны на территории Львовского междуречия, но, к сожалению, до того они публиковались только эпизодично, то есть по отдельности. Вот сейчас настоящий момент нами подготовлен научной публикации, которая имеет цель обратить внимание научной общественности на эти орнитоморфные изображения. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok